Готовишься, причащаешься и все обратно, то же самое. Почему? Потому что мы не храним это, мы не знаем, как вести духовную брань. Но если ты христианин православный, если у тебя висит крест, если ты крещеный, ты давал обеты вести брань. Этой книгой всякий человек, всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Все Господь управит, братья и сестры. Продолжим. Делиться опытом Мирянина в чтении и изучении невидимой брани преподобного Никодима Святогорца. Глава первая. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи крайне потребны для успеха всей брани. Четыре вещи – это в самом конце. А вот один из признаков того, что мы на верном пути – наличие брани. Если все спокойно, все хорошо – это ай-яй-яй в духовном смысле. И в чем состоит христианское совершенство? Это важно. Потому что, как мы уже упоминали в предисловии, наше сердце, помраченное после грехопадения, оно не видит, оно не может видеть, к чему нам стремиться. И вот в брани, очищая сердце, таинство исповеди, покаяние, сердце чисто созерди во мне, Боже, просимо, да? Вот об этом надо просить, чтобы оно очищалось, чтобы мы увидели это совершенство. А в чем опасность не видеть его? Здесь тоже дальше разбирается. Преподобный Никодим описывает. Все мы, естественно, желаем, и заповедь имеем быть совершенными. Естественно, желаем. Вот я вот так однозначно про себя не могу сказать, естественно ли я желаю быть совершенным. Для падшего состояния нам более естественно быть такими, какие мы есть. А поворачиваться к Господу для нас, наоборот, противоестественно, против нашего падшего естества. Поэтому это так трудно. Потому что вот как можно встретить Господа. Вот как человек человека встречает, они идут навстречу друг к другу. Встретились и разошлись. И Господь пошел в одну сторону, а ты идешь в другую. Чтобы Господа встретить, надо в этот момент еще и начинать себя разворачивать, чтобы свернуть со своего пути иногда на 180 градусов и идти вслед за Ним. А это тяжело. А если еще не видишь, если мы такие же слепые, какие мы есть на самом деле, то это вообще невозможно. Невозможно. Но что невозможно человеку, то возможно Господу. Господь заповедует, будете вы совершенней, якоже Отец ваш Небесный совершен есть. Святой Павел утверждает, злобу и младенствуйте, у мы же совершенней бывайте. Святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону. «И ныне Соломоня, сыне мой, да знаешь и Бога Отец твоих, и служи Ему сердцем совершенным и душевной волею». После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Господь создал все. И нас в том числе. Он хозяин в этом доме. Имеет он право требовать? Имеет. А ради чего он это требует? Ну, потому что любит нас. Потому что мы его собственность. Моё я, вот мой эгоизм с этим сопротивляется постоянно. Как-то я чья-то собственность. Но если он не будет этого требовать от нас, мы в несовершенстве своем свернем с пути. Пойдем не туда и погибнем, и станем собственностью дьявола. Мы, напоминаю, не можем находиться просто так вот, без никого, без Бога или без дьявола. Мы либо с Господом, либо в руках беса, дьявола. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надо бы на тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнавши этого, можешь уклониться от настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо, самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Вот это то, что было у Адама в раю. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Другие говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставов, положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Казалось бы, мудро. Однако же, все эти добродетели, одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства, действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения. Вот это пишет нам святой на опыте святых, которые прошли это не теория, а своим опытом. Нет сомнения, что эти средства нам нужны, но они сами по себе совершенства не составляют. Я вот так, думая об этом, вспоминал от начала своего воцерковления, когда на этом таком воодушевленном, как говорится, неофит подъеме приходишь в церковь. И вот, должен сказать, что тогда вот это все, что я прочитал, у меня намного лучше получалось, чем сейчас. Потому что дерзновение было, и коленопреклоненных молитв, и на службе постоять. И вот даже если и не спать на голой земле, то первый, помню, Великий пост, и второй Великий пост, это такое подвижничество было, практически чай, овсянка, и ничего больше. И вот действительно, вот хорошая фраза, ничего больше, ничего больше. А должна быть любовь. Вот такая эта лакмусовая наша бумажка, которой можно проверить, вот тоже правильно ли мы идем. Потому что вот если нет любви, и правильного... Потому что я же не видел, в том состоянии, сейчас не вижу, что вот все то, что начиналось, и молитва, и вот эта аскетика, оно привело к ошибкам. Это, слава Богу, что Господь попустил, что далее Господь как-то управил, что появилась община, в которой есть возможность общаться, спасаться. Господь пришел, создал церковь на земле, как общину, единое тело. Вот. Работа с духовником, оно снаружи, когда на тебя люди смотрят, близкие, родные, которые любят тебя, им не безразлично, они подскажут. Обычно эти подсказки в штыки воспринимаются, потому что ты же лучше знаешь, ты же лучше себя видишь, что-то и все-таки делаешь, растешь духовно. А за спиной растут, в основном, вот пока мы не понимаем сердцем совершенства невидимого, в основном растут крылья, совсем не английские, а такие свинцовые, тяжелые, которые нас расправишь и тянут в ад. Но отказываться от этого всего не стоит, из-за того, что мы не видим и не понимаем, зачем нам это. Это нужно. Ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должности и добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола. Вот это все нам дает мужество, силу в необходимый момент выдержать сражение, не проиграть его. А, наверное, каждому из нас это череда мелких сражений на пути главного экзамена, который состоится в момент нашей смерти. Вот, наверное, основная битва будет за нашу душу. Вот когда вот с чем мы придем, вот какое мужество мы накопили к этому моменту, как мы накачали свои вот мышцы духовного своего тела, вот так мы сможем эту битву выстоять. А если отказаться и не заниматься этими упражнениями, то сколько надежды на успех. Нисколько. Читаем дальше. Плоти, мира и дьявола. Вот Змей Горыныч. Да, с детства. Мудрость народная в сказках. Трехглавый змей. Плоть, наше я, мир и дьявол. С ним надо сражаться. С ними. Чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божьих, особенно для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную. Совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное. Спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном. Связывают язык молчанием и уденяются, чтобы избежать и малейших поводов к учинению чего-либо оскорбляющего Всесвятого Бога. Творят молитвы, выстаивают службы церковные. И иные совершают дела благочестия, для того, чтобы внимание не отходило от вещей небесных. Всему свое время есть вот такая фраза хорошая. Это и она из Священного Писания. Даже, как говорится, спят на голой земле. Не стоит сразу так дерзать на это. Но я так представляю, что если все-таки ты заснешь на голой земле, то долго не поспишь, проснешься. Но ради чего проснуться? Чтобы раздражаться и негодовать, просыпаться с голой земли надо для того, чтобы молиться. Потому что легче, наверное, с неудобства встать, чем из хорошей постели. Всему свое время. И время для продолжения первой главы тоже наступит. Помогай нам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...